Если нет обратной связи с читателем, писать в стол не имеет смысла. Такой совет дает молодым писателям популярный автор-фантаст, который за три года прославился на всю страну. Первая книга Макса Глебова в жанре боевой фантастики в один миг стала настоящим бестселлером. Как писать в интернете, зависит ли качество содержания от количества читателей и какую службу в пробе опера может заслужить сервис сам издат. Об этом и не только. Прямо сейчас. И сегодня у нас в гостях писатель-фантаст Макс Глебов из Санкт-Петербурга. Здравствуйте. Спасибо большое, что нашли время. Заглянули. Лучший автор 2019 года. Лучший автор 2020 года, по мнению читателей Литрес. Вот такая громкая и, я не знаю, ожидаемая для вас слава? Неожидаемая. Славой бы я, наверное, это не назвал, но приятно. Но писать вы начали не так давно. В августе 2018 года вышла первая ваша книга, она сразу стала хитом. Это случайность или действительно просто вот наступил тот момент, когда дело пошло? Ну, это, естественно, не планировалось заранее. Я совершенно не ожидал, что вообще будут какие-то продажи. поскольку писать фантастику мне хотелось с детства. Ну, просто сама по себе фантастика, и в частности боевая, она меня интересовала лет, наверное, с десяти. И первая книжка, на которую я наткнулся, была «Война миров» Герберта Уэллса. И, наверное, это была, как ни странно, первая книжка, которую я прочитал сам с удовольствием. И после этого вот этот жанр меня совершенно захватил. И понятно, когда читаешь хорошую книгу, ну, по крайней мере, у меня так было, когда читаешь хорошую книгу, возникает желание что-то свое сделать подобное. Я пытался, причем же пытался в детском возрасте, там, в 15, в 16 лет. Ну, получалась полная графомания. И я прекрасно понимал, что это так, потому что вот смотришь на текст того же Уэллса или того же Лема, и рядом вот лежит то, что сам сделал, читаешь – не то. Не то, вообще не то. И так происходило очень долго, пока я не понял, что меня, собственно говоря, останавливает. Останавливало меня нежелание эти рукописи, эти тексты потом пробивать через издательство для того, чтобы их напечатали. И понял я это только в тот момент, когда обнаружил в интернете, что существуют сервисы СМС-дата, в которых можно сделать текст. Главное, чтобы он не содержал какой-то там нецензурной лексики. Но никто не будет придираться к тому, что ты написал. Сделать текст, сделать обложку, выложить ее в интернете и получить мгновенный отклик от читателей. И сразу понять, а это вообще надо кому-то? Или все, что ты написал, ну, это в лучшем случае твое собственное удовольствие. И вот, когда это появилось, я понял, что да, наверное, можно попробовать. К тому моменту у меня уже не было, скажем так, меня уже не отвлекала работа до такой степени, чтобы я не мог выделить это время для того, чтобы это написать. И вот, как ни странно, вот эта книга, которую я написал первой, она где-то в голове лежала уже много лет. Первая книжка называлась «Звезд не хватит на всех» и чистая боевая фантастика. В общем, казалось бы, совершенно банальная тема, связанная с вторжением пришельцев. Таких книжек много, но мне было интересно посмотреть на нее с нескольких неожиданного угла. И, как оказалось, вот этот неожиданный взгляд с неожиданной стороны понравился читателям. Но, когда я ее писал, я этого еще не знал. Мне хотелось просто попробовать. И я неожиданно понял, что мне это действительно доставляет удовольствие. То есть, я мог потратить за компьютером несколько часов подряд и не устать от этого процесса. Вот, когда книжка была закончена, я понял, что, ну, раз уж я это сделал, то, наверное, надо заказать красивую, хорошую обложку. Опять же, через интернет нашел художника. Прекрасно. Мне понравилось выложенное им портфолио. В основном в жанре посттапа, правда, работал. И, наверное, сейчас продолжает в основном в этом же жанре работать. Но он с удовольствием взялся за обложку. Как только он ее сделал, я выложил эту книжку на Литресе, сам издал. И, честно говоря, вообще не ожидал, что кому-то это будет интересно. И когда я увидел, что идут продажи, причем никакой рекламы при этом с моей стороны, никаких рекламных, у меня даже сайта не было. Ни сайта, ни в ВК, ни в других соцсетях, ничего. И когда я увидел, что это кому-то нужно, вот тогда я взялся уже за вот эту серию «Бригадный генерал». Покажите нам ее лицо. Да, это вот первая книга. Тоже чистая боевая фантастика. Кто-то это называет космической оперой. Частичные элементы так называемого жанра попаданцев там тоже есть. Это все будущее, достаточно далекое и, естественно, космическая экспансия. Тема, которая для меня в фантастике очень близка. Я стараюсь именно в ней в основном работать. Но сегодня вас называют, про вас говорят, новое имя в российской боевой фантастике. Вот такое звание, оно накладывает особенный отпечаток ответственности, возможно, перед тем, что вы пишете? Знаете, я к этому достаточно легко отношусь. Этот процесс доставляет удовольствие творческое, этот процесс доставляет удовольствие финансовое. Что тут скрывать? Вот. И сам формат вот этой работы, когда между мной и читателями практически нет каких-то посредников, он мне очень нравится. Никто мне не пытается ни в чем диктовать, что мне нужно делать. Ну, кроме, может быть, мнения читателей. Но я не стремлюсь максимально расширить аудиторию за счет изменения сюжетов. Я пишу то, что нравится мне. Я сильно подозреваю, что если я начну прогибаться под… То есть не заигрываете с читателем? Это вредно для результата, на мой взгляд. Потому что если… Ну, кто-то это умеет. Но если писать чисто коммерческую литературу, которая самому не доставляет удовольствия, это не может не сказаться на качестве. Я в этом убежден глубоко. Я даже не рискую этого делать. Вы сказали, удовольствие финансовое приносит в том числе. То есть писателям сегодня быть выгодно? Ну, это, безусловно, зависит от того, насколько качественные тексты вы пишете. Я, конечно, не претендую на то, чтобы утверждать, что если покупается, то обязательно это великолепная литература. Конечно, но бывает низкопробный контент, который потребляется, тем не менее, в огромных количествах. Я очень надеюсь, что то, что я делаю, это не совсем так всё же. Ни в коем случае не претендую на какую-то гениальность тех текстов, которые я пишу. Ну, я в них стараюсь выразить определённое своё отношение к жизни, но при этом стараюсь не навязывать его читателям. И вот где-то вот этот баланс мне всегда хочется соблюдать. И судя по тому, что всё-таки интерес определённый есть, наверное, это правильно. Вот это виртуальное пространство, которое сегодня позволяет и молодым писателям в том числе реализовать свой творческий потенциал, оно, конечно, пропускает и много всего лишнего. Как вам кажется, всё-таки что важнее, то число подписчиков, которые у тебя есть, то число читателей, или всё-таки качество содержания? Я думаю, что важно это и другое. Потому что, опять же, нужен некоторый баланс. Можно писать, что называется, чисто для себя, и хорошо, если в этой ситуации ты попадёшь в резонанс с читателями. Тогда это просто замечательно и великолепно. То есть вообще не обращать внимания на то, чего хотят читатели, тоже, конечно же, нельзя. Но и полностью идти у них на поводу тоже точно совершенно не нужно. Поэтому нельзя сказать, что нужно ударяться в какую-то из этих крайностей. Нужно подобрать тот баланс, который позволит получить оптимальную точку. Вы не так много печатаете ваших книг, да, в основном они существуют в виртуальном формате. Вот всё-таки как писателю выгоднее? Электронные книги? Иметь электронную библиотеку или всё-таки бумажные? Ну, в современных условиях я считаю, что начинать в любом случае нужно с электронных версий. Причин здесь огромное количество. Главное, на мой взгляд, это отсутствие припомных барьеров, которые нужно пройти для того, чтобы книга добралась до читателя. И очень важно, на мой взгляд, ещё и то, что вот чем меньше шагов между писателем и читателями, тем меньше денег от продажи книг достаётся посредникам. Соответственно, что такое сервис «Самэздата»? Это до 70% от цены книги достаётся автору. Иногда даже больше. То есть могут быть варианты и такие. А если речь идёт о бумаге, да, писателю приятно, когда на полках магазинов стоит его книга. Но у этого есть своя цена. Авторское вознаграждение падает в разы. Потому что издательству нужно заработать. Магазину нужно заработать. Всё это имеет материальный носитель, соответственно, имеет определённую себестоимость. И в результате хорошо, если 10% от цены на полке, а скорее меньше, в итоге достаётся писателю. Что, конечно, не может особенно радовать. И по своим книгам могу сказать, что тиражи, ну не тиражи, а объём продаж в виртуальный, через интернет, он у меня, по крайней мере, даже, наверное, в десятки раз выше, чем в бумаге. Но тем не менее, в вашей домашней библиотеке есть ваши книги? И вообще, что читают ваши дети? Любят ли они фантастику? Фантастику они любят, но они любят не ту фантастику, которую пишу я. Всё-таки моя основная аудитория – это 30+. Это те люди, которые во многом выросли на тех же книгах, на которых вырос и я. А современная молодёжь, она больше предпочитает, например, пост-ап. Или какие-нибудь зомбоапокалипсисы, грубо говоря. И мои книжки, они воспринимают не… Вот у меня, несмотря на то, что это боевая фантастика, но практически нет того, что можно увидеть в современных боевиках. То есть, грубо говоря, я, например, никогда не занимаюсь смакованием жестокости. Мне это совершенно неинтересно, и я считаю, что этого не должно быть в книгах. Но это моё частное мнение. Я точно знаю, что на этом я теряю часть аудитории, причём, может быть, достаточно большую. Но я всё равно не хочу этого делать. А то, что хочет современная молодёжь, оно во многом, к сожалению, как это ни странно, всё-таки больше, ближе к «Игре престолов». Где писатель-фантаст черпает вдохновение? Ну, ведь вы пишете о том, чего, в принципе, нет. За окном ты этого не увидишь. Ну, это всё возникает в голове. То есть, вот для меня одним из стимулов начать писать что-то самому стала ситуация, когда я прочитал практически всё, что мне нравилось из этого жанра. И понял, что мне мало. Я хочу ещё, а больше нет. И то, что я нахожу новое, оно не удовлетворяет моим потребностям. Захотелось поэтому сделать своё. Но поскольку я в этот жанр был погружён всегда достаточно глубоко, мысли, они сами рождаются в голове. Если ты об этом думаешь, если ты эти книги читаешь, то всё равно неизбежно придумать что-то насильно невозможно. Но когда ты в этой среде находишься, всё равно эти мысли появляются, за них цепляешься, они начинают обрастать какими-то подробностями. Вот, кстати, с вот этой книгой так и было. Её сюжет родился просто в процессе обдумывания предыдущей книги. Самой первой, которая у меня была. А вы наблюдаете за единомышленниками, за теми писателями, которые в подобном жанре работают? Чтобы у вас не повторялись идеи, например, или наоборот, что-то подглядеть? Конечно, я, поскольку читаю этот жанр, естественно, я смотрю, что делают коллеги, но идеи, они не могут не повторяться. Ну, так не бывает. А много у нас писателей, кто работает в этом жанре? Да, достаточно много. То есть это популярность считается направление? Это направление популярное, и в нём есть куча своих поднаправлений. Очень большое количество. И писателей у нас вообще огромное количество. Их, если посмотреть сервис SMS Data, там речь идёт о многих десятках тысяч, как минимум. Чем больше читателей, тем лучше качество материала. Вот есть такая закономерность? Я считаю, что да. Потому что вот понятие качества материала – это вообще очень субъективная вещь. Для кого существует писатель? Он существует для своих читателей. Если у него есть своя аудитория, значит, его книг для этих людей есть определённая полезность. То есть они хотят это читать, значит, для них это качественно. А возникают классические вопросы, собственно, судьи-то кто? Если это критики, которые оценивают качество языка, какую-то литературную ценность, может быть, историческую ценность книги, может быть, какую-то воспитательную её ценность. Это один разговор. У них свои критерии и качества. А у человека, который покупает книгу в магазине, у него свои критерии. И вот этот человек, он опять же не один. Их миллионы, и у каждого эти критерии свои. Поэтому говорить о том… Вот это очень популярная точка зрения, что объём продаж не говорит о качестве литературы. На мой взгляд, это аргумент неудачников. Это просто моя точка зрения. Если человек пишет то, что он называет элитной литературой, и это покупают десятками в год экземпляров, то это говорит о том, что его труд нужен ему для самовыражения и ещё каким-то единицам, буквально, читателей в мире. Всё-таки отклик от читателей, он очень стимулирует. И писать просто в стол, когда это никому не интересно, мне бы было… Я бы не испытал от этого драйва никакого. Поэтому нет, наверное, всё-таки упираться и писать, несмотря ни на что. Но если только ты чувствуешь, что это твоё призвание стопроцентное, тогда, наверное, можно. А так всё-таки не стало. Есть много других занятий, которыми можно и денег заработать, и самовыразиться. А если ну не идёт, значит, наверное, это не ваше. Ну, хорошо. Спасибо вам большое. Мы желаем вам творческого вдохновения, хороших читателей и отличных продаж. Спасибо большое. Я хотела бы напомнить, что сегодня у нас в гостях был писатель-фантаст Макс Глебов. А у меня на этом всё. Я желаю вам отличного настроения и только хороших новостей. До свидания.